Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук, и мы с вами продолжаем наши сюжеты на тему работы в саду. Сейчас массовое цветение клубники, и это очень важный момент, который важно не упустить для того, чтобы получить большой урожай ягод в этом сезоне. Для клубники есть несколько критических моментов, которые очень важны для сохранения их здоровья и формирования большого, здорового и качественного урожая. И сейчас цветение и завязывание именно этот самый момент. Именно сейчас клубнике очень нужна ваша поддержка. Дело в том, что во время цветения клубника расходует очень много сил на формирование цветков, на формирование завязи, на ее развитие. Плюс она одновременно наращивает новые листья, чтобы все это кормить, снабжать питательными веществами. Но в почве не всегда достаточно питательных веществ, и клубнике всегда необходима наша поддержка. Поэтому сейчас, когда мы видим, что распустились первые цветки, когда формируется первая завязь, мы должны обеспечить ей надежную поддержку. Что нужно клубнике в этот период? Во-первых, азот. Сейчас идет активный рост. Во-вторых, ей необходимы калий и фосфор, для того, чтобы растения чувствовали себя здоровыми и крепкими. И им необходимы витаминки, а именно микроэлементы, без которых питание будет неполноценным. Это такие микроэлементы, как молибден, марганец, бор, который способствует грамотному опылению и завязыванию ягод, а также другие микроэлементы в комплекте. Что мы можем использовать? Сейчас предлагается огромное количество различных форм удобрений. Растворимые, которые мы вносим по листу или поливам. Органические, которые мы вносим при перекопке или рассыпая в виде мульчи. Минеральные, которые мы привыкли вносить уже в рыхлую почву, где они постепенно растворяются. Но не всегда конкретный вид удобрения подходит под конкретную у нас грядку, конкретную площадку. Многие из наших садоводов-любителей активно используют различные мульчирующие материалы. И в зависимости от того, что мы с вами застелили под нашу клубнику, будем выбирать и средства подкормки. Итак, если вы использовали пленку, геотекстиль, либо спанбонд, то оптимальным вариантом внесения будет вне корневой. Мы можем использовать такие хорошо растворимые удобрения, как кристаллон, эколист, другие жидкие удобрения именно для клубники. Сейчас наши производители предлагают огромное количество различных форм, подобранные по микроэлементному и макроэлементному составу для потребностей каждого конкретного растения, культуры, формы. Итак, что мы с вами делаем? Готовим хороший питательный раствор из комплексных удобрений, где основную роль будет играть азот. Для этого подойдет, допустим, кристаллон зеленый, где азота достаточно много, и он полностью покроет все потребности клубники в этом важном макроэлементе. Вносить в данном случае мы будем по листу. Быстро впитываясь, растворимые удобрения сразу попадают туда, куда растению это больше всего необходимо, где это актуально. В лист, в цветоножки, в плодоножки, в те зеленые части, которые фотосинтезируют. И таким образом питательные вещества сразу включаются в жизненные процессы растения и стимулируют его рост. Также, если вы не успели замульчировать вашу клубнику, и у вас свежие молодые посадки, то есть вы к мульче еще не приступали, перед цветением это очень важный момент для того, чтобы провести мульчирование. Но перед этим не забудьте, пожалуйста, прополоть, порыхлить почву, внести необходимое, допустим, если вы привержены из органических удобрений, внести необходимую органику, и только после этого, после полива, внесения удобрений, мы приступаем к мульчированию. Исходя из личного опыта, могу сказать, что для меня оптимальной мульчой является солома, измельченная солома злаковых растений, рожи, пшеницы, овса и очмени. Дело в том, что она прекрасно пропускает воду, прекрасно пропускает растворы удобрений, если вы собираетесь поливать, на ней не задерживается пыль и грязь, и ягода остается всегда чистой и сухой. Солома также очень благоприятно сказывается на температурном режиме почвы, которая не перегревается, но и не переохлаждается в холодные ночи, которые время от времени случаются в нашем, извините, поясе. Поэтому во время цветения клубники мы обязательно мульчируем те посадки, которые не успели, подкармливаем их и поливаем, если не хватает в это время почвенной влаги, либо дождей. Перед опрыскиванием убедитесь, пожалуйста, что все удобрения хорошо растворились. Возможно, вам даже придется немножко его процедить, если там какие-то остались минеральные взвеси. Время для опрыскивания лучше выбрать вечернее, либо раннее, утреннее, когда нет яркого солнечного света, прямых солнечных лучей, либо в пасмурную погоду. Дело в том, что капли удобрения в солнечную погоду, которые остаются на листьях, могут сыграть роль небольших таких линз и вызвать на листиках ожоги. А нам бы этого очень не хотелось. Клубника только зацвела, но уже самое время озаботиться защитой от серой гнили. Это заболевание способно погубить до 90% будущего урожая. Поэтому сейчас запасаемся такими биопрепаратами, как триходермин, лигноцин, фитоспорин-М, другими доступными биопрепаратами для борьбы именно с грибками. Они безвредны для окружающей среды, но способны значительно сдержать распространение этого опасного заболевания. Отлично справляется с защитой клубники от серой гнили и мульчирование посадок именно соломой, либо стружкой, хвойным опадом. Но следует помнить, что хвойный опад способствует закислению почвы. И на тех почвах, которые уже сами по себе довольно кислые, следует озаботиться тем, чтобы в дальнейшем эту почву после клубники дополнительно произвестковать, чтобы ее PH пришел в норму. Кроме того, уже сейчас начинают выходить из зимовки, выводятся главные вредители клубники – это слизни. И многие садоводы-любители спрашивают, как справиться с этой напастью. Здесь может помочь использование как специальных химических средств лимноцидов, но это не всегда здорово для нашей окружающей среды. Так и такого распространенного народного метода, как известковой пушонки, извести пушонки, которые мы должны обсыпать нашей посадки клубники. Таким образом, известь пушонка раздражает слизней, и они стараются уйти из этих мест, где встречаются с этим реагентом, и не заползают к нам на грядки. Ну и, конечно же, это простое механическое удаление вредителей. Дело в том, что слизни очень любят прятаться днем от ярких солнечных лучей под различными укрытиями. Вы можете сами создать такие укрытия-ловушки с тем, чтобы периодически их очищать от вредных моллюсков, уничтожая их, либо вынося в лес, где они уж точно останутся надолго и не вернутся к вам в сад. Важное замечание. Сейчас во время цветения клубники использовать инсектициды строжайше запрещено, ведь клубника – это растение пчелоопыляемое. И используя актару или децис, карате, командор, мы, по сути дела, убьем пчел, которые несут нам урожай. Но что же делать, если на клубнике появились различного рода долгоносики, вредители и прочие листогрызы? Здесь нам на помощь придут только народные средства борьбы и биопрепараты, которые помогут справиться с конкретными насекомыми вредителями. Это может быть табачная пыль, настой тысячелистника или пижмы. Это может быть настой чеснока, либо луковой шелухи. А также различные препараты бактериологической природы, с помощью которых вы можете отпугнуть, уничтожить насекомых вредителей. Но после сбора урожая не забудьте, пожалуйста, обязательно провести комплексную защиту ваших клубничников и от вредителей, и от болезней с использованием действительно серьезных, хороших средств, особенно если в течение сезона с насекомыми и болезнями у вас были проблемы. Здоровья вам и вашему саду! Процветание! С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал Процветок и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!